Последствия снегопада, лужи и гололёд – основные причины возросшего числа ДТП на дорогах Самары. Пока автомобилисты и пешеходы жалуются на непогоду, сотрудники ГИБДД вновь напоминают – дорога ошибок не прощает. Вот эта жижа на дороге, наледь, привели к тому, что первое число января был зафиксирован серьезный рост дорожных транспортных происшествий. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. У нас зарегистрировано снижение всех основных поколений аварийности на данный момент. Но есть опять один нюанс. У нас почти на 30% возросло количество пострадавших у ДТП детей. Статистика госавтоинспекции весьма печальна. В 2014 году на территории Самарской области произошло более 4000 ДТП, в которых погибли 529 человек. Среди них 13 детей, причем 9 детей были пассажирами. Инспекторы ГИБДД регулярно проводят всевозможные акции, чтобы еще раз напомнить водителям, как важно перевозить детей в специальных креслах, проявлять уважение на дороге к другим участникам движения и пешеходам. И такая работа будет продолжаться. Правда, как показывает практика, память у водителей коротка. Мы планируем мероприятия, которые будут направлены в первую очередь на соблюдение правил дорожного движения со стороны пешеходов, потому что, к сожалению, очень много негативных откликов, отзывов и со стороны участников дорожного движения, и со стороны средств массовой информации, блогеров о том, что госавтоинспекция ослабила контроль по соблюдению ПДД пешеходам. Тут нельзя все сварить либо на пешехода, либо на водителя. Если человек безответственен, неважно, водитель он или пешеход. Я считаю, что со школы надо больше обучать. Бабушка, дедушка, понимаю, они выросли совсем в другом мире, где не было столько автомобилей. А с детьми нужно работать. Треть всех ДТП в области в 2014 году, по словам представителя ГИБДД, произошла из-за недовлетворительного состояния дорог. Жертвами аварии нередко становятся и люди, поспешившие перебежать дорогу в неположенном месте. Для безопасности пешеходов уже в марте планируется масштабный ремонт Московского шоссе в районе улиц Революционной, Советской армии и проспекта Кирова. Начнется строительство подземных пешеходных переходов к Чемпионату мира по футболу. Юлия Черняева, Артем Сулайманов. События. Субтитры создавал DimaTorzok